Мы продолжаем наш праздничный эфир. Весь этот час с нами. Группа проверена, потому что ребята заходили прямо с самого начала, располагались здесь. Участвовали в нашей викторине. Это Маргарита Мошкина, Евгений Брусуков, Дмитрий Костяшов и Сергей Зварыгин. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником всех радиослушателей. Вас, да, мы заходили, делали селфи с ведущими. Ну, не могли удержаться. Ну, праздничный эфир 9 мая посвящен, естественно, нашим предкам, о которых мы сегодня много рассказываем, много чтим их. У вас есть те, о ком можно рассказать? Да, конечно. Я думаю, в каждой семье есть свои герои. И вот что касается Новосибирска, знаю еще много героев-тружеников тыла, которые здесь посвящали свою жизнь, победе, вот этот период своей жизни. А моя бабушка, она была на передовой весь фронт. Она перезвалась из Тюмени, приписала себе возраст, потому что она была маленькая. Вот, поделала документы, ушла на фронт. Но, как она рассказывала, она вообще не любила говорить про войну. И нужно было из нее, ну, как-то вот, не то чтобы клещами тянуть, но подкарауливать время, когда она кому-то об этом говорила. Со мной никогда не делилась. И очень было тяжелое, голодное время, а на фронте давали обмундирование и кормили. Поэтому она туда записалась. Вот. И отучилась быстренько на фельдшера. Прямо быстренько. То есть сейчас-то, конечно, учат по-другому. Но, тем не менее, все остальное, опыт весь медицинский, она добирала уже в военно-полевых условиях. И огромное количество операций проводила прямо в полевых условиях, вот как наш Академик Пирогов буквально. И когда хирург не мог, она говорила, что иногда круглые сутки приходилось оперировать. Это вот идет наступление, вот, а за ними ставят палатку, и там медики. То есть вот так же и снаряды рвутся, и очень много привозят туда раненых. И иногда оперировать приходилось круглые сутки. И когда хирург падал с ног от усталости, она несколько раз, да, приходилось его замещать. Вот. Ну и она дошла до самого оперения. Может, споем? Давайте сразу начнем. Потому что проверено у нас в живом эфире. Будут песни ваши, посвященные этому празднику. Да, вы знаете, я не могу петь песни о войне, потому что я плачу. Ну вот, мне хочется сказать, что сейчас даже Маргарита рассказывает о своей бабушке, у нее наворачиваются слезы на глазах, и действительно очень трогает за душу. Споем? Да. Да, группа параллельная в нашем эфире. Давайте «Ветер» споем. Распоряюсь в тишине, и музыка ветра снова звучит во мне. Мне ярких красок землой взять, где мы, и я мечтаю о небе, мечтаю о небе. Распоряюсь в тишине, и я мечтаю о небе, и я мечтаю о небе. И пока я над пене морской летит со мной. Туда, где ветер, наяву и во снах, на твоих и моих шагах, в моих ладонях. Туда, где ветер, наяву и во снах, на головой держу, и я покинул страх, и ничего нет прекрасней на свете. Туда, где ветер, наяву и во снах, на твоих и моих шагах, в твоих ладонях. Туда, где ветер, наяву и во снах, на твоих и моих шагах, в моих ладонях. Туда, где ветер, наяву и во снах, на твоих и моих шагах, в моих ладонях. В этой песне, наверное, этот девиз он был. У нас в гостях сегодня круг проверен. Маргарита Амошкина, Евгений Бресуков, Дмитрий Костейшов и Сергей Зварыгин. Живем там и благодаря нашим предкам Евгении. Хотелось бы услышать про Ваших. У меня, ты это уже сказала, такая аналогичная история, что у меня дедушка с бабушкой по маминой линии. Обои воевали, обои дошли до Берлина. Они очень не любили об этом рассказывать. Вот, между прочим, я уже не первый раз слышала о том, что действительно ветераны не очень хотят об этом распространяться и рассказывать. И даже те, кто участвовал в современных каких-то военных конфликтах, тоже не сильно распространяются. Они все это берегут у себя в душе и сами переживают. Мне кажется, это такой период жизни, который хочется людям поскорее забыть. И вот... Война. Да, и моя бабушка, Катанаева Антонина Николаевна, она все время, вот сколько я ее помню, она читала какие-то дамские романы, очень сильно любила сериалы, никогда не смотрела никакие фильмы про войну. Говорила, я люблю все красивое. Вот, поэтому я думаю, ее бы порадовала эта песня. Да, здорово. Слушайте, ну мы вот сегодня со всеми музыкантами, которые пришли к нам в эфир, поднимали такую тему о вообще тематике и о песнях военных лет, и вот о том, что связано с этим. Насколько это актуально, насколько это воспринимается. И вот 21 век все-таки на дворе. Я считаю, что мы должны помнить историю своих семей, историю своей страны, потому что как только мы забываем какие-то эпизоды, мы имеем возможность наступить на те же грамли. Ну и песни военных лет в вашем репертуаре периодически тоже присутствуют. Ну да, в прошлом году мы для вашего радио как раз записали песню «Шинель» с 15-го дубля, потому что я повторюсь, я плачу. Я не могу спокойно петь эти песни, мне тяжело. Прервемся на небольшую паузу и потом споем вживую. Группа проверена с нами вместе. Продолжение нашего эфира у нас гостя группа проверена живым концертом, правда из нескольких песен всего лишь. Ну давайте споем, чтобы успеть услышать все, что надо. Ну и тем не менее, я хочу напомнить, точнее мы это сейчас узнали, и я хочу об этом сказать, что ребята сегодня прямо вот к нам приехали со съемок. Да, да, мы сегодня целое утро провели в компании актеров Первого театра удивительно талантливых людей. И совместно с ними мы снимаем сейчас клип на песню, которую не будем сегодня исполнять, пусть будет тайна. Да, талантливый Валентин Копалов нам это все снимает. Ну вы, наверное, знаете, это великий фотограф новосибирский. То есть вы сегодня к нам с творческого процесса? Да, да, прямо из Первого театра. И я надеюсь, будет что-то очень интересное. Маленечко фоточек я выкладывала в нашем инстаграме. Заинтриговали. Да, да. Ну что мы будем делать сейчас? Петь будем песню, у нас тоже есть песня про войну, но про другую. Песня, навеянная фильмом «Кустурица по вечному пути». Вот ее. Да, Маргарита Моркина, группа «Праверенная» и Евгений Барсуков. Поехали. 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 Осветила новая печаль Некуда бежать, без надежды жить Остается плевать жить Остается валиться, стоясь в дом Когда она не придет, никакого потом Вспоминать, как ночью украла платком Продолжать варить змею молоком Ай, не надо Над вашей рекой настанет ночь Над вашей рекой настанет день Уйдет война, останется горечь И над водой пролатая тень У вашей реки нет начала У вашей реки нет конца Ты помнишь все, что она сказала И, конечно, черты ее лица Не успела решиться ее любовью Вместо завтра волосы бьет за мной Хоть кричи, хоть плачь Она ушла, легко не видала война По плечному пути нелегко идти И тебе будет просто ее найти А пока носишь камни, строишь дом Продолжаешь поить змею молоком Над вашей рекой настанет ночь Над вашей рекой настанет день Уйдет война, останется горечь Над водой пролатая тень У вашей реки нет начала У вашей реки нет конца Ты помнишь все, что она сказала И, конечно, черты ее лица Над вашей рекой настанет ночь Над вашей рекой настанет день Уйдет война, останется горечь Над вашей рекой настанет день Браво! Спасибо! Группа «Проверено» сегодня вместе с нами Группа «Проверено» заготовила еще одну песенку Но перед этим хотелось бы дать слово Дмитрию Костюшову Вот он с гитарой скромно сидит рядом с... Это у вас Зворыгин Нет, 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 я сейчас с барабаном сидит Простите, Сергей Зворыгин Костюшову не будем давать слово Да, Сергей, хотелось бы узнать о ваших предках Да, у меня дед воевал, но он на другом фронте воевал С Японией, и был такой случай Взял его в плен японского генерала Ух ты! Да, на танке они ездили в Ушмейле Он танком управлял, взял его в плен За это ему там какую-то грамоту выписали Какую-то награду дали и отправили в Ушмейле Но у нас не так много времени остается, ребят Но вот, наверное, какие-то... Мы вообще завершаем сейчас наш эфир То есть вот с 9 до 15 апреля Еще повод собраться за большим столом За большим нашим родним столом Мы сегодня очень много историй услышали Ну и, наверное, какие-то ваши слова, ваши поздравления Все, что хотите вот сейчас тем людям, которые слушают нас в области Дорогие люди, берегите друг друга, пожалуйста Это вот, мне кажется, самое главное, что мы должны сделать во имя наших предков Ребят Ребят присоединяются Да, присоединяются Ну что, мы заканчиваем сегодняшний наш... Ну, марафоном, наверное, это трудно назвать Но, тем не менее, вот наш такой праздничный эфир Спасибо вам, уважаемые жители Новосибирской области, что были с нами, принимали участие Спасибо нашим музыкантам, спасибо группе проверенной Многим-многим, кто были у нас сегодня в гостях Ну и еще одна композиция от группы проверена Споем? Да, с Днем Победы, с Днем Победы, с Днем Победы Берегите себя, берегите наших ветеранов, берегите наших стариков У нас все будет хорошо Групп проверен От вас подарок Победы, с Днем Победы, с Днем Победы, с Днем Победы И хочется из тела лететь ввысь Но светофоры кричат Остановись Я слышу их голос, но Мне все равно И я лечу, как явно Над крышами, выше-выше-выше-ны Тише слышишь, как поет душа Или по всему нам А лети Людей Лети 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 Сделан 倒 Толлы с небом Умывают Стрелы Брызги Из-под колёс, а мне бы в небо Успеть со светом про начало гроз В моём городе царит весна И пахнет пылью, просыпаются силы Делать сказку пыли Не вылезла трава, ещё черна земля Но пьяный ветер разносит желания Я слышу их голос, но мне всё равно И я лечу, как в кино Над крышами выше, выше мы Тише слышишь, как твоя душа летит Лети, лети, лети Лети, лети, лети Лети, лети Лети, лети Бравы! Спасибо вам большое! И пусть эта песня летит к нашим жителям Новосибирской области Мы завершаем наш праздничный эфир Ещё раз всех поздравляем с Днём Победы Всем мирного неба над головой, как говорится сегодня Да, с вами была Наталья Надёнова Анатолий Севохин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин